Ну, так как я писатель, поэт и драматург, я бы, конечно, упорядочил бы авторское право, потому что то, что сейчас происходит там, вы сами знаете, какие скандалы, какое воровство, какой обман композиторов, поэтов и прочих, да. Вот, потому что в той же Америке, в Германии авторы спокойны, потому что жестко охраняется авторское право, и популярные авторы живут пристойно, по крайней мере, понимаете. У нас, если говорить, то я вышел из РАО, потому что, имея в активе, в каталоге 3000 песен, из которых часть популярная и любимая народом, они платили в среднем 30 тысяч рублей. Даже могу сказать пример, певица, которая исполняла мой кабриолет, и на котором она сделала состояние, очень громко говорила, что автор получает бешеный авторский. Я в прошлом году взял справочку, сколько я получил в исполнении этой певицы, за исполнение этой певицы, за кабриолет, за год, 19 тысяч рублей без вычетов, 11 тысяч рублей. Вот, ну ладно, это так, апропо, как говорят. Вот, а, это первое, что надо изменить. Ну, так как я являюсь представителем Попечейского совета движения «Матья и Россия», и, конечно, вот, забота о материнстве, чтобы была большая эта забота, так сказать, всеобъемлющая, широкая и действенная. Вот, чтобы матери, особенно многодетные, чтобы они жили спокойно, а не получали копейки. О ветеранах уже говорит, о ветеранах говорит сейчас просто даже, мы каждый раз говорим, построить там дома, там квартиры, их уже вообще, что нет, а мы все еще их не обеспечили. Пенсионеры и ветераны. Вот три, пожалуй. Продолжение следует...